Всем привет, с вами Мисс Райт и это выпуск Кейпоп новостей. Поехали! 15 июля на Соэкс в Самсандоне в Сеуле была размещена реклама первого полноформатного альбома J-Hope'а Jake in the Box на электронном билборде. Рекламу проводил китайский фандом и она была предназначена для празднования выхода первого сольного альбома участника BTS. Однако в рекламе была обнаружена нелепая печатка. Рекламу предоставила китайская фан-база J-Hope'а Hope'у Рану Сент Хэйм Далур. Однако слово рэпер, написанное на английском языке, содержало ошибку. Одна буква п выпала и слово превратилось в рэпэ, насильник. Некоторые фанаты запоздали, обнаружив опечатку, пожаловались в Соэкс и по сообщениям по состоянию 19 июля реклама уже снята. Ну, странно, конечно, делать такое масштабное мероприятие и не проследить, что одна буква попала. Также 15 июля J-Hope выпустил официальный клип на заглавную сольную песню Arson, которая является частью Jake and the Box. По словам J-Hope, Arson это песня, которая полностью воплощает дух Jake and the Box, где айдол передает свои стремления, страсти и страдания. Благодаря уникальной мелодии, включающей элементы хип-хопа и содержательной лирики, Arson действительно вызывает у слушателей мурашки по коже. Однако, помимо похвал, все еще есть мнение, что музыка J-Hope слишком артистична для широкой публики. С такой огромной фан-базой неудивительно, что J-Hope по-прежнему штурмует международные музыкальные чаты. На самом деле, на данный момент он лучший сольный исполнитель на международной арене с выдающимися достижениями. В корейских музыкальных чатах Arson дебютировал на пятом месте в Bugs, на 71-м в Mellon на топ-100 и на 102-м месте в Jenny. Теперь песня полностью исчезла из топ-30 iChat сборника цифровых чатов в Корее. Он также покинул топ-50 популярных корейских музыкальных потоковых платформ. По словам фанатов J-Hope, причина, по которой Arson занимает низкие места, заключается в том, что он не понравился корейской публике. Между тем, поклонники BDS в основном сосредоточены на международных чатах, таких как Billboard и iTunes. Jack in the Box, возможно, не очень популярен в Корее, но бесспорно является главным претендентом на место в международных чатах. В США, чрезвычайно сложном рынке для азиатских артистов, Arson и Jack in the Box достигнули вершин в чатах цифровых песен и цифровых альбомов Amazon Music, доказывая огромное влияние айдола. В частности, MV для Arson превысил 10 миллионов просмотров за первый 21 час после выпуска и 104 миллиона просмотров за первый день. Это огромное достижение для сольного исполнителя. MV удалось достичь номер один в самой популярной музыкальной категории YouTube, попасть в топ-трендов в 74 странах, достичь номер один в глобальном списке трендов YouTube и попасть в топ-трендов в 68 странах в общей категории. Между тем, на музыкальной потоковой платформе Spotify Jack in the Box набрал 17 миллионов 918 тысяч 218 прослушиваний на Global Spotify, установив новый рекорд для корейского солиста. Вскоре после этого альбом продолжает становиться самым быстрым из сольных исполнителей кей-поп, превысив 50 миллионов прослушиваний на этой глобальной платформе. Более того, новый альбом J-Hope также помогает ему стать азиатским артистом с самым высоким рейтингом в топ-10 Global Artist Digital Rankin. Сейчас он на третьем месте. Ему также удалось стать первым исполнителем гей-попа, вошедшим в тройку самых продаваемых исполнителей в цифровом формате по всему миру. Вся сольная дисковография J-Hope теперь официально доступна на всех корейских потоковых платформах. Ранее его микстейп Hope World вместе с песней Chicken Noodle Soup, исполненной с Becky G, были доступны только на YouTube и Spotify. Расширенная версия BlueSide, которая ранее также была доступна только на YouTube и SoundCloud, официально выпущена на всех стриминговых платформах. Spotify запустили в Корее в 2021 году, так что корейские фанаты долгое время не имели доступа к Hope World и Chicken Noodle Soup. Даже после запуска Spotify потоковые приложения, такие как Melon, Flow и Bugs, остаются основными платформами, на которых корейские слушатели потребляют большую часть своей музыки. Таким образом, официальный выпуск сольных работ J-Hope на этих платформах – большое дело для корейских фанатов BTS. Международные фанаты также явно взволнованы тем, что BlueSide появится на стриминговых платформах. Этот релиз в сочетании с недавней публикацией J-Hope в Инстаграме с подписью BlueSide теперь заставляет армию предполагать, что, возможно, клип на этот трек также готовится. Этот шаг очень соответствует желанию BTS сделать свои сольные проекты более доступными для корейских фанатов, как они заявили во время ужина феста. Было бы здорово, если бы на BlueSide вышел клип «Обожаю эту песню». BTS были назначены почетными послами в World Expo 2030 Busan на 19 июля в штаб-квартире Hype состоялась церемония, которую посетил заявочный комитет, чтобы вручить мемориальные доски членам BTS за то, что они являются почетными послами. В качестве послов они будут работать над популяризацией культуры Кореи, начиная с выступлений в Пусане. Многие фанаты настроились на то, чтобы с гордостью посмотреть, как группа будет назначена послом, но в итоге только разозлились. Это связано с тем, что многие официальные лица и политики на мероприятии поднимали руки участников без какого предупреждения, будто бы намеренно выкручивая их. Участники выглядели явно неловко, поскольку не ожидали, что их руки будут подняты в воздух. Пользователи сети и фанаты были возмущены бессмысленными действиями политиков и тем, как мемберам выворачивали руки. Ким Гарам покидает Лесерафим Она дебютировала с Лесерафим 2 мая с песней «Fairless». После того, как появились слухи о школьном буллинге, Source Music опубликовали заявление, опровергающее обвинение, а позже объявили, что Ким Гарам временно приостановит свою деятельность. 20 июля Source Music опубликовали официальное заявление о том, что компания решила расторгнуть эксклюзивный контракт с Ким Гарам. Лесерафим продолжит свою деятельность как группа из пяти человек. Кан Даниэль сравнил шоу «Street Woman Fighter» с его предстоящей мужской версией «Street Man Fighter» и «Разозливный дизайнер». Он был ведущим «Street Woman Fighter» и также его спин-оффа «Street Dance Girl Fighter». Он также вернется в третий раз в качестве ведущего «Street Man Fighter». Недавно Кан Даниэль пообщался со своими поклонниками в приложении Universe и поделился, что он очень счастлив быть ведущим «Street Man Fighter». Он сказал «Я знаю почти всех там и я смог стать ведущим благодаря моему опыту на танцевальной сцене. Честно говоря, мне было очень комфортно, потому что все они мужчины. Я счастлив, что это не высасывает из меня энергию. Честно говоря, я был в ужасе, когда вел оригинальное шоу». Также он добавил «Street Woman Fighter пугало и мне больше нравится то, что я делаю сейчас. Что плохого в том, чтобы сказать, что мне было страшно? Попробуйте представить, что вы что-то говорите перед 60 людьми. Вам бы не было страшно? У меня даже руки тряслись от этих карточек. Они все смотрели на меня, а их глаза были так сильно подведены». Некоторым фанатам не понравилось его замечание и конкретные термины, которые он использовал в отношении участниц «Street Woman Fighter». Когда ему на это указали, он продолжал расстраивать фанатов, блокируя пользователей, которые пытались ему что-то объяснить. Он написал «Это вовсе не сексизм». «Ого, правда? У меня нет слов. Я больше не читаю. Блокирую. Бибу. Прощай. Такие люди расстроятся, если сходят на камеди. Просто займитесь своей собственной жизнью. Не усложняйте жизнь еще больше». Вскоре после этого скриншоты его сообщений были опубликованы в онлайн-сообществах и вызвали удивление и недовольство. Днем 20 июля Кан Даниэль принес официальные извинения за свои высказывания об участницах «Street Woman Fighter». Недавно группа «СО», подделка под «Эксо», которую я рассказывала в прошлом или позапрошлом выпуске, стала набирать популярность в интернете. В связи с этим много людей стали отправлять заявки, желая вступить в СО, чтобы и самим добиться такой неоднозначной популярности. Лидия группы «Луха», являющаяся подражателем «Лухана», решил в прямой трансляции ответить желающим, но также и пояснил причину, почему подражает «Лухану», причем так, что возмутил пользователей сети. «Луха» отметил, что порог вступления в СО не так низок, как все думают. После этого он поблагодарил пользователей сети за поддержку и вообще вел себя очень мило, спокойно реагируя даже на слова, что СО это проклятие демонское, расподражает «Эксо». Не ожидавшие такого спокойствия пользователи сети, даже стали хвалить «Луха» за его поведение. Один из них написал, что и не ожидал такой вежливости от него, и эти слова искренне и не являются насмешкой над подражанием «Лухану». Однако «Луха» после этого вдруг обиделся и заявил, если бы не заставила жизнь, кто захотел бы быть клоуном? Поклонников «Лухана» такие слова сильно возмутили. Они обвинили подражателя в том, что он оскорбил «Лухана», хотя тот, возможно, и понимая то самое не очень хорошее финансовое положение подражателя, пока все же не подал на него в суд. «Луха» показал свою неблагодарность, хотя именно благодаря тому, что он назвал, тому, кого он назвал клоуном, у него сейчас около 500 тысяч поклонников. В итоге фанаты «Лухана» стали очень активно писать на официальной странице агентства артиста на вейпе, требуя все же подать на подражателя в суд, чтобы отстоять свои законные права. Поклонников «Лухана» «Лухана» Поклонников «Лухана» Также Джин появляется на свадьбах по всему миру в виде картонной фигуры. От гостя до роли жениха, может быть, Джин кажется необходимой частью многих свадеб армии. У одной фанатки не было стендом в натуральную величину, но вместо этого она сделала его забавной частью своего свадебного торта, пока муж тащит ее от Джина. Айдол определенно подходит для любой красивой свадьбы, даже в виде картонной фигуры. Поклонников «Лухана» Всего через несколько месяцев после завершения последнего мирового турне, ATEEZ отправляется за границу в свой второй тур в этом году. Загруженная группа только что провела заключительные концерты своего мирового тура «The Fellowship Beginning of the End» в Японии в этот уикенд, и они готовятся к камбэку в конце этого месяца. В ближайшее время они не планируют расслабляться. ATEEZ объявили, что этой осенью они отправятся в новое мировое турне под названием «The Fellowship Break the Wall». После двух концертов в Сеуле 29 и 30 октября ATEEZ возвращаются в Соединенные Штаты, где в начале этого года они уже провели аншлаговый тур. Группа выступит в Анхайме, Фениксе, Далласе, Форт-Уэрте, Чикаго, Атланте, Нью-Арке, а затем направится в Канаду на шоу в Торонто. Наконец, ATEEZ отправится обратно в Японию на два концерта в Тиби, аж 11 и 12 декабря. 21 июля певица и автор песен Биби встревожила своих поклонников, расплакавшись во время прямого эфира. Она начала говорить, что не может смыть макияж с лица, потому что у нее есть более позднее расписание. Сказала, что хотела бы вздревнуть, что она плохо спала уже несколько дней. Затем она рассказала о том, что у нее очень загруженное расписание, что она не знает, что будет дальше, что она не выдерживает, а затем повторила, что она измотана. Несколько раз на протяжении трансляции Биби почти засыпала. Она сказала, что пыталась связаться со своим менеджером, чтобы узнать, может ли она снять макияж и выспаться, но ей еще не ответили. Пожалуйста, ответьте, я хочу умыться и спать, мне даже не разрешают умыться. Присела Биби во время прямого эфира. Она также сообщила, что плохо ест. Затем она объяснила, что делает это не только для того, чтобы просто быть богатой, но потому, что у нее есть семья, о которой нужно заботиться, и что у нее нет другого выбора, кроме как страдать. Когда фанаты попытались ее утешить, она ответила, что не знает, как все обернется. Наконец Биби сказала, хотела бы я не становиться артистом, хотела бы я не быть знаменитой, и резко прервала трансляцию. Утром 22 июля Биби заверила своих поклонников, что с ней все в порядке. По словам певицы, ее переполняли стресс и усталость, и она поняла, что на мгновение была чрезмерно драматичной. Певица также объяснила поклонникам, что она неустанно работает над своим новым альбомом почти год, и что она подвергает себя стрессу из-за своей склонности к перфекционизму. Чемпионат Idol Star Athletic Championship должен вернуться в этом году после временной отмены из-за пандемии. Не все нитизены согласны с возвращением культового шоу, поскольку беспокоятся за сохранность своих кумиров, а травм там idol получали просто уйму. Strike Kids одна из групп, которые примут участие в Исаку в этом году, а съемки пройдут с 30 июля по 1 августа. Поклонники выражают свое недовольство новым шоу, указывая на то, что расписание Strike Kids уже переполнено. Недавно группа провела свое мировое турне «Маньяк» с 28 июня по 14 июля в США. После небольшого перерыва они отправляются в Японию, вернее уже там, потому что у них съемки, у них концерты с 26 по 27 июля. Из-за съемок Исаку Strike Kids будет только два дня перерыва перед съемками с 30 июля по 1 августа. Вскоре после этого участник Lenovo возобновит работу в качестве MC на NBC Music Core, и все участники выступят на дополнительных мероприятиях 10, 11, 14 и 20 августа. Учитывая популярность Strike Kids, фанаты в основном были рады видеть группу такой активной, тем более, что был разумный период отдыха без участия Исак. К сожалению, Исак не столько опасен, но и у некоторых из Strike Kids есть уже травмы, полученные во время их тура, включая поврежденную травму Хён Джина, из-за которой он не мог использовать свою руку. Поклонники считают, что для Strike Kids было бы невероятно неразумно участвовать в спортивных соревнованиях с травмами, когда они уже устали, тем более, что у группы не будет много времени после Исак, чтобы отдохнуть перед новым выступлением. Поклонники сравнивают расписание с тем, когда Strike Kids соревновались в Исак после предварительной записи для промоушена или вендор, когда участники просто спали на протяжении всей трансляции. Некоторые участники переболели ковидом, и для полного выздоровления может потребоваться некоторое время. У Феликса проблемы со спиной, рука Хён Джина. Чан никогда не спит, дайте им отдохнуть, пожалуйста, высказали Стэй. Ким Хён Джун станет отцом, жена звезды и беременной первенцем. Между тем, Ким Хён Джун также готовится к выпуску новой музыки. Чан Сон из Тупен стал отцом. 26 июля представитель агентства Чан Сона заявил, что жена Чан Сона недавно родила здоровую девочку. Недавно фанаты Twice приехали в аэропорт, чтобы увидеть, как Джихио, Санамо, Мои и Найон возвращаются из Японии. Хотя отъезд группы из аэропорта поначалу казался нормальным, фанаты были потрясены, увидев, что машина, в которой ехали Найон и Момо, едва не стала причиной автомобильной аварии. В видео Найон и Момо машут руками, проезжая мимо фанатов. Затем водитель внезапно решил выскочить прямо перед автобусом. К счастью, водитель автобуса успел вовремя остановить транспортное средство, и столкновение удалось избежать. Сахи покинула группу Ичилин. 15 июля Киэм Энтертеймент объявили о ее уходе из группы. Сахи также написала письмо от руки, в котором говорится следующее. Здравствуйте, это Сахи. Мне очень жаль внезапно сообщать вам эту новость в Виллинг. После обсуждения с агентством, я решила покинуть группу Ичилин. Все, о чем я могу думать, это фанаты, которые поддерживали и любили меня. Я буду помнить о любви и поддержке, которую получала все это время. Я стану в Сахи, которая будет расти и совершенствоваться еще больше. Пожалуйста, поддержите меня. Ичилин дебютировали в сентябре 2021 года. Блин-блин объявили о расформировании. 26 июля Major9 сообщили, что после обсуждения с участницами было принято решение расторгнуть контракт группы. Все участницы пойдут своими путями. Блин-блин дебютировали в ноябре 2020 года с мини-альбомом Contrast. 26 июля YG Entertainment подтвердили новостным порталом, что участницы Blackpink сейчас уже снимают видео для своего камбэка. Это самая масштабная работа лейбла на данный момент. Благодаря тщательному планированию и организованной подготовке съемки проходят гладко, добавило агентство. Долгожданное возвращение Blackpink запланировано на август текущего года, знаменуя собой начало серии музыкальных проектов. Также ожидается, что во второй половине года группа отправится в мировое турне. 18 июля анонимный пользователь сети сделал пост на популярном форуме PanNate, который содержал 12 так называемых доказательств того, что Чимин из BTS встречается с актрисой Сон Даин. Взгляните сами. Чимин и Даин носили одинаковые серьги в один и тот же день, 29 июня. В один и тот же день, 8 июля, пара также опубликовала сторис с интервалом в 4 минуты. Чимин и Даин посетили один и тот же футбольный матч, который также был в день рождения Даин, 14 июня. Даин смотрел фильм «Союзники», который Чимин рекомендовал посмотреть своим фанатам. В анкете, в которой Чимина спрашивали, чем он хочет заниматься в свободное время, он сказал, что хочет сажать пионы у каучуковые деревья. Сон Даин любит оба этих растения. Чимин упомянул, что хочет дать своему будущему питомцу имя Канянджи, которая представляет собой комбинацию корейских слов «щенок», «канаджи» и «кошка», «каяни». Когда Даин спросил, любит ли она собака или кошек, она также ответила «канянджи». Это также прозвище, под которым известен Чимин. Даин, по-видимому, выделила дату 13 октября во время вопросов и ответов в сториз, а 13 октября – день рождения Чимина. Даин – пост в последний день концерта BTS на Олимпийском стадионе Джамсил с геолокацией в ресторане-отеле в Джамсиле. Комик Джоссе Хо подписан только на Чимина из всех участников BTS, а также на Даин. Обе знаменитости также были замечены на фотографиях рядом с персонажами Пенуц. Актриса Лису Джи дружит с Даин и подписана на Чимина. Даин открыла кофейню с цифрой 5 в названии. Согласно посту, номер 5 – это номер Чимина среди участников BTS, хотя это кажется неправдой. Даин также однажды опубликовала фотографию кофейни с фиолетовым сердцем в подписи, а фиолетовый – цвет BTS. Они носили предполагаемые парные ожерелья. Понятно, что многие поклонники BTS скептически относятся к таким доказательствам, другие, однако, не против такой пары, независимо от того, правда это или нет. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. Коллаборация Чонгука и Чарли Пута «Left & Right» покоряет чаты и продолжает занимать первые места в музыкальных рейтингах, даже после трех недель после выпуска. Песня добавляет новые рекорды и достижения в и без того длинный список Чонгука. Чонгук установил новый рекорд по продолжительности пребывания, айдолы кей-поп в чате Billboard Hot 100. Он оставался в чате с песней Left & Drive в течение трех недель подряд, превзойдя Маной и Лисы. Ее песня удерживалась в чате на протяжении двух недель. Чонгук также стал первым солистом кей-поп, который продержался три недели в чате Hot 100 после Сая в 2013 году. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, жмите колокольчик, подписывайтесь на канал. С вами была Мисс Райт. Аньон! Субтитры сделал DimaTorzok